Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов и вот что случилось в нашем городе к этому часу. Битва за крепость. Кто будет управлять фортификационными сооружениями Владивостока и сделает из них визитную карточку города? Эта крепость на мировом уровне опять заиграет, зазвучит. Подходи, налетай. Сбербанк проводит акции, которые позволят приморцам взять ипотеку по выгодным условиям. Наш банк уже во второй раз за последние три месяца снизил процентные ставки по ипотечным кредитам. Бизнес-пати-бомба. Презентации радио Лема, восьмого канала и радио Ви-Би-Си вышли за рамки эфира и собрали множество гостей. Корреспонденты делают сюжеты достаточно хорошие и нам очень нравится сотрудничать с бизнес-кейсом. В дальнейшем, конечно, планируем поддерживать взаимоотношения. Также в выпуске удобно и популярно. Единая транспортная карта все больше нравится жителям столицы Приморья. Еще раз скажем, большое спасибо. Памела Андерсон поблагодарила Россию за освобождение косаток и белух. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Фортификационные объекты Приморской столицы переходят в оперативное управление музея-заповедника Владивостокская крепость. Депутаты городской думы и сотрудники музея федерального значения рассчитывают и на плодотворное сотрудничество с администрацией дальневосточной столицы. Визит в центр музея-крепости уже открыт. В нем представлены материалы о том, как создавалась одна из самых мощных военно-морских крепостей мира, о людях, занимавшихся строительством этого уникального фортификационного комплекса. В открытии экспозиции приняли участие председатель думы города Владивостока и депутаты-представители музейного сообщества военно-историки. Отметим, что именно депутаты думы Владивостока, учитывая настроение общественности, в начале 2018 года выступили с инициативой отмены аукционов на право заключения договоров аренды объектов Владивостокской крепости. И по поручению властей города уже в феврале того же года с аукционов были сняты 82 из 110 объектов недвижимости, которые входили в состав культурного наследия федерального значения комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости. Подробности о работе депутатской группы, ее выездных заседаниях в материале Максима Яковлева. Это выездное заседание думы проходит в залах недавно созданного музея-заповедника Владивостокская крепость. Именно здесь решили обсудить вопросы, связанные с будущим этого исторического памятника. На повестке дня некоторые итоги деятельности депутатской рабочей группы, а также вопрос о собственности объектов Владивостокской крепости. Будучи мэром, Виталий Веркенко снялся аукционов по инициативе Домигорода. Все объекты, и слава богу, так бы они перешли в хозяйственный оборот и с непонятными последствиями. В течение двух лет дума активно работала. Все были объекты актированы, мы выезжали на объекты, фиксировали состояние полностью. О развитии культурно-исторической туристической зоны Владивостокская крепость рассказал председатель Думы Владивостока Андрей Брик. Сегодня у крепости три собственника – Российская Федерация, Министерство обороны и город Владивосток. Объекты фортификационного комплекса по решению президента России будут в оперативном управлении Музея-заповедника федерального значения Владивостокская крепость. Сейчас идет процесс передачи всего имущественного фонда в эту организацию. Первого шага и взаимодействия ждут со стороны администрации города. Очень важный шаг на этом долгом пути он сделан. Государство учредило субъект, который должен в конечном счете понести ответственность за все объекты крепости, которые будут туда переданы, и превратить их в полноценный настоящий современный музей. Эта крепость на мировом уровне опять заиграет, зазвучит. И все экспертность общества, которые в этот процесс подключены, они все идейные люди, они все профессионалы. Поэтому все складывается к тому, что этот объект скоро приобретет свой истинный смысл и значение. После обсуждений депутаты и представители различных сфер смогли воочию увидеть прошлое, настоящее и возможное будущее Владивостокской крепости. Экспозиция в визит-центре музея – это один из первых шагов на большом пути развития Музея-заповедника и культурной жизни региона в целом. Главное, благодаря участию депутатов Городской думы Владивостока удалось отстоять федеральную собственность от притязаний частных лиц. Теперь у крепости безусловного достояния города есть возможность стать настоящей жемчужиной и визитной карточкой дальневосточной столицы. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Единая транспортная карта. Удобно, популярно, всего 100 рублей стоит. Пополнить можно с помощью сервисов Сбербанка. А чтобы оплатить, нужно просто приложить к терминалу. Уже за 10 дней октября ею воспользовались более тысячи пассажиров Владивостока. Это существенно больше сентябрьского количества. В первый месяц осени с помощью этой карты на общественном транспорте краевого центра было оплачено полторы тысячи поездок. На данный момент пользоваться ей можно в автобусе, трамвае, троллейбусе и на фуникулеры. И продается она по четырем адресам. На верхней площадке фуникулера, в диспетчерской трамвае на остановке Минный городок, в диспетчерской троллейбусе на остановке Автовокзал и на площади Семеновской. Единую транспортную карту можно назвать билетом длительного пользования. Ее используют те, у кого по каким-то причинам нет банковской карты. И как сообщают транспортники терминалами, сегодня обеспечены большинство автобусов, все трамваи, троллейбусы и фуникулер. Если по каким-то причинам терминал не работает, об этом можно и нужно сообщить руководителю транспортного предприятия или в управлении транспорта администрации города по телефону 26 14 334. А особое внимание необходимо обратить на то, что расчет с помощью онлайн-перевода за проезд незаконен. Сайт сделайприморья лучше.рф развивается. Теперь на портале появился еще один раздел. Жители региона могут пройти опросы и выразить свое мнение на предложенные темы. Предлагают пользователям сайта оценить работу самого сервиса. Голосование продлится до 24 октября. Чтобы проголосовать, необходимо зайти на портал, выбрать раздел «Пройти опрос», авторизироваться через госуслуги и выбрать подходящий для пользователя вариант ответа, а также предложить свой. Первый из предложенных опросов доступен до 24 октября. В дальнейшем раздел будет наполняться. Напомним, портал «Сделайприморье лучше» создан в рамках национального проекта «Цифровая экономика». На сегодняшний день пользователям сайта и мобильного приложения доступны сервисы подачи и обработки сообщений, оценки работы органов местного самоуправления. А с момента запуска портала с 1 июля поступило 1056 сообщений, из которых 696 уже рассмотрены. Ознакомиться с отчетом об их исполнении можно на сайте. Жилье стало еще доступнее. Сбербанк проводит акции, благодаря которым у приморцев есть возможность взять ипотеку на более выгодных условиях. Подробности расскажет Дмитрий Беломеснов. Копим на квартиру, но чтобы купить ее сейчас, немного не хватает. Это знакомо многим приморцам. Вот и семья Анастасии. Откладывает деньги на приобретение жилья уже не первый год. Но из-за стабильного роста стоимости недвижимости во Владивостоке покупка все откладывалась. Мы долго думали о приобретении квартиры в ипотеку. И пойти на этот шаг мы решили в связи с тем, что Сбербанк проводит акцию, по которой снижен первоначальный взнос. Поэтому решение было принято в пользу ипотеки у Сбербанка и приобретения новой квартиры. Для многих россиян именно недостаточное количество собственных накоплений являлось серьезным ограничением при покупке недвижимости в ипотеку. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке для зарплатных клиентов Сбербанка теперь составляет 10% вместо 15%. Такой взнос доступен при покупке готового или строящегося жилья до 20 января следующего года. Взять кредит под минимальную ставку в совокупности с первоначальным взносом смогут зарплатные клиенты банка с учетом участия в акции «Молодая семья» и приобретения квартиры, отмеченной особым значком на «Домклик». Наш банк уже во второй раз за последние три месяца снизил процентные ставки по ипотечным кредитам. Мы сейчас предлагаем ставки беспрецедентные на рынке, особенно это касается молодых семей, новостроек, поэтому мы советуем всем сейчас обращаться, потому что ставки действительно низкие. К тому же подать заявку на ипотеку стало еще проще. В мобильном приложении Сбербанк Онлайн появился раздел «Взять ипотеку», который поможет рассчитать условия кредита и выбрать нужную квартиру с помощью сервиса «Домклик». В банк нужно будет приехать только для подписания документов. Каждому клиенту мы подберем подходящую акцию, свой продукт и ставка клиента нашего, надеемся, приятно удивит. Что касается программ, которые мы сейчас реализуем, это в том числе по постановлению правительства 450 тысяч в погашение кредита действующего ипотечного для молодых семей, в семьях которых родился третий ребеночек, поэтому в нашем любом отделении принимаются заявления от клиентов. Пожалуйста, обращайтесь. Это тоже мера поддержки от государства и от банка. Многодетные семьи теперь могут подавать заявки в Сбербанк на списание части ипотечного кредита. Получить господдержку могут семьи, в которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился или родится третий и последующие дети. Выделены средства, предназначенные для полного или частичного погашения ипотечного кредита в размере его задолженности, но не более 450 тысяч рублей. Олег Завьяло, Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, сразу после которой... Бизнес-пати-бомба. Презентации Радио Лема, восьмого канала и радио Ви-Би-Си вышли за рамки эфира и собрали множество гостей. Узнать последние тренды развития технологии нейронет, принять участие в квесте и проверить эрудицию можно на девятом всероссийском фестивале «Наука 0+.» Большое спасибо! Памела Андерсон поблагодарила Россию за освобождение «Косаток» и «Белух». Партнер выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? «Планета безопасности» ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром. На даче все в порядке. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Бизнес-пати-бомба. Презентации радио Лема, восьмого канала и радио Ви-Би-Си вышли за рамки эфира и собрали множество гостей. Узнать последние тренды развития технологии нейронет, принять участие в квесте и проверить эрудицию можно на девятом всероссийском фестивале «Наука 0+.» Большое спасибо. Памела Андерсон поблагодарила Россию за освобождение «Косаток» и «Белух». На бизнес-пати вне эфира собрались гости холдинга «Бизнес-кейс». Событие прошло в четверг, 10 октября, в зале Джоконда от Теля Гавань. Презентации трех ресурсов холдинга радио Лема, восьмого канала и радио Ви-Би-Си прошла в виде интеллектуальной викторины под названием «55 на троих» о каждом из представленных ресурсов. Участники, сотрудники холдинга и потенциальные и реальные рекламодатели наслаждались вечером, участвовали в розыгрыше подарков и бесплатных минут эфирного времени. Группа «Радио Бэнд» и популярные ведущие шоу «Двух радио» создавали настроение, которое в этот холодный вечер было по-настоящему теплым и праздничным. О медиа событиях в рубрике «Тема недели». 55 лет в эфире. Восьмой канал, радио Лема и Ви-Би-Си каждый день радуют горожан интерактивными шоу, интересными программами и актуальными новостями. Медиаресурсы давно завоевали любовь и доверие жителей Приморья. Рекламодатели знают, об их бизнесе лучше всех расскажет команда «Бизнес-кейса». Это уже известность в городе, это стабильное качество и очень приятно работать с персоналом. Нам оказывают всегда помощь, поэтому идут на контакт, поэтому мы выбираем и «Бизнес-кейс». С холдингом «Бизнес-кейс» мы достаточно давно сотрудничаем. Мы размещаемся на восьмом канале. В частности, корреспонденты делают сюжеты достаточно хорошие. И нам очень нравится сотрудничать с «Бизнес-кейсом». В дальнейшем, конечно, планируем поддерживать взаимоотношения. Первыми свои возможности представили сотрудники восьмого канала. Телевидение, самый молодой ресурс холдинга, в 2019 году ему исполнилось 6 лет. Канал стартовал как первое цифровое телевидение, вещающее в Приморье. И за это время восьмой канал прочно занял свою нишу среди СМИ и в сердцах телезрителей. Восьмой канал известный, канал хороший, знаю давно, работаю давно. То есть мы у вас на восьмом канале тоже регулярно размещаем сюжеты, бывает размещаем ролики. Ну, кроме вас, естественно, работаем с теми остальными телеканалами. Но восьмой канал – это как нечто, такая лайсовская достопримечательность. Журналистов ценят за умение вникать в детали, за ответственность, за способность быть разными, разноплановыми. Ну, потому что приходится вникать совершенно в разную информацию и разбираться во всех этих вопросах, процессах, иногда порой очень непростых. Но именно журналистская работа в этом и состоит, что нужно погружаться в то, что хочет клиент и выдавать какой-то качественный продукт. Хедлайнером развлекательной программы «Бизнес-пати» стала группа «Радио Бэнд». Свои возможности гостям представили популярные ведущие шоу с «Радио Ви Би Си». Создатели ярких программ, таких как «Сестренки шоу», «Экватор», «Чай котики», «Рок-н-ролл» узнают только по голосу, ведь для слушателей они всегда находятся по ту сторону микрофона. «Бизнес-пати» в игровом формате – прекрасная возможность познакомиться с любимыми ведущими лично. Это утренние шоу «Сестренки». Именно с них начинается каждое утро Владивостока. Еще одна радиостанция холдинга «Радио Лема» в эфире уже 23 года. Горожане знают и любят «Лему» не только за свежую информацию, актуальную музыку и развлекательные проекты, но и за конкурсы. Всеми узнаваемый «Лема-мобиль» несколько раз в год колесит по городу и дарит подарки автомобилистам. Для детей «Лема» ежегодно организует конкурс «Радуга талантов», а прекрасным дамам знаком фотоконкурс «Леди осень». Добились мы многого за эти 55 лет для нас. Мы стали лучшими радиостанциями в Приморском крае, на Дальнем Востоке. «Восьмой канал» стал вещать уже не только в Приморском крае, но уже заходит и на Хабаровский край. Мы развиваемся, растем, прошли в YouTube, сделали свой сайт. Теперь нас можно смотреть с любого онлайн-планшета, с любого телефона, в любой точке мира. Презентации трех ресурсов «Радио Лема», «Восьмого канала» и «Радио Ви Би Си» было интересно всем, ведь она прошла в виде интеллектуальной викторины под названием «55 на троих». Викторина была также полезна для бизнеса, ведь потенциальные и реальные рекламодатели участвовали в розыгрыше подарков и бесплатного эфирного времени. И, конечно, никто из представителей компании не рассчитывал, что получит 100, 200 и даже 300 минут рекламного времени бесплатно. Работать с творческой командой сотрудников бизнес-кейса – это выгодно и креативно. И если сейчас вы верстаете бизнес-план своей компании на 2020 год, не упустите шанс прозвучать на весь край в программах и шоу ресурсов бизнес-кейса. Катерина Матвеева, Игорь Болтов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Последние тренды развития технологий Нейронет. Принять участие в квесте юный ученый и проверить эрудицию в игре «Юридический крокодил». А еще стол локальных площадок по разным тематикам – от искусственного интеллекта до технологий волшебства. Все это ждет участников фестиваля «Наука 0+.». В этом году он проходит во ВГОЭС. Периодическая таблица химических элементов стала главной темой фестиваля в 2019 году. Тематика выбрана в честь 150-летия открытия Дмитрия Менделеевым периодического закона химических элементов. ВГОЭС подготовил разносторонние мероприятия для многоцелевой аудитории, начиная от детей до школьного возраста. Фестиваль позволяет любому человеку стать полноправным участником событий. Например, проверить качество питьевой воды, пройти мастер-класс по каллиграфии и изучить смарт-технологии в лаборатории «Умный город». Всероссийский фестиваль «Наука 0+.» проходит во ВГОЭС по адресу улица Гоголя, 41. Принять участие в фестивале могут все без исключения. Вход для любителей науки свободный. Новый этап выпуска на волю белух из бухты Средняя в Приморье стартует на следующей неделе. Животных к месту назначения доставят на научно-исследовательском судне, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. Количество белух, которых выпустят на волю в этой партии, пока уточняется. Животных перегрузят из вольера в бухте Средняя в транспортировочные ванны, установленные на судне, и отправят в район Сахалинского залива, где выпустят в море. Дорога займет 3-4 дня. А 2 октября благополучно завершена транспортировка и выпуск 14 белух. Сейчас в бухте Средней остается 61 белуха. Последний косаток выпустили в Охотское море в августе. Тем временем известная голливудская актриса Памела Андерсон, спасительница Малибу, обратилась к властям России с благодарственным письмом после решения вопроса с китовой тюрьмой в Приморье. «Я хотела бы поблагодарить вас за смелое решение освободить косаток и белух, которые содержались в неволе в заливе рядом с находкой. Переселение животных уже началось, и я выражаю вам мою признательность за то, что вы взяли на себя обязательство освободить всех оставшихся китов и не допустить отлов свободных белух и нескольких видов дельфинов в российских водах в 2020 году», говорится в письме актрисы. Вместе с тем, экологи отмечают, что освобождение оставшихся белух все еще является предметом беспокойства. Времени для их выпуска остается все меньше. Напомним, что глава Минприроды в конце сентября сообщил, что министерство не намерено разрешать вылов белух и косаток в российских водах в 2020 году. Эксперты Росприроднадзора выдали отрицательное заключение на материалы по общему допустимому улову морских млекопитающих. На 2020 год Котлову в дальневосточных морях планировалось около трех сотен белух, почти 40 дельфинов, полторы тысячи моржей и две тысячи морских котиков. В этом году исполняется семь лет со дня установления побратимских отношений между Владивостоком и южнокорейским Инчхоном. Так вышло, что спортсмены обоих городов довольно часто обмениваются опытом. Особо запомнилась приморцам открытая презентация боевого искусства Хабкидо. Корейцы не только рассказали о своем уникальном виде спорта, но и выступили с целыми трюковыми шоу. Подробности расскажет Максим Яковлев. Считается, что Хабкидо по ходу своей истории объединила самые лучшие и полезные элементы восточных единоборств. Зрелищное корейское боевое искусство и вправду довольно разнообразное, однако в основе своей носит не спортивный характер. Соревнований по нему не существует. Хабкидо – это в первую очередь способ самообороны и вариант вынужденной атаки. Хабкидо позволяет эффективно выстраивать оборону как от одного, так и от нескольких противников. Это происходит благодаря использованию особого принципа Хабки, суть которого заключается в том, чтобы успешно использовать силу соперника против него самого. Отдельный большой раздел Хабкидо посвящен работе с различными видами оружия, удушающим приемам и акробатическим трюкам. Этот вид единоборств довольно молодой. В нашей стране, например, про Хабкидо узнали в 90-х годах. С тех пор корейцы решили делиться с нами опытом. Я долгое время жил в Москве и в Санкт-Петербурге. Я увидел, как здесь активно развивается Хабкидо и как его любят русские. Хотелось бы, чтобы так было и во Владивостоке. Это искусство с виду агрессивное, однако несет в себе доброе начало. Это подготовка человека к самозащите. Многие могут заметить, что Хабкидо похоже одновременно и на Айкидо, и на Ушу, и на многие другие виды спорта. На этой встрече получилось сравнить наглядно несколько дисциплин. Особенности своих боевых искусств показали также приморские самбистки, представители Айкидо и бойцы джиу-джитсу. Разница сразу стала заметна. Хабкидо, оно более, я не знаю, как сказать, плавное, нежное, да, в нашем представлении. Хотя тоже страшные элементы присутствуют. Но в Хабкидо побольше акробатики. То есть ребята этому уделяют, я так понимаю, очень много времени. После показательных выступлений у корейских бойцов был шанс пообщаться индивидуально с местными спортсменами. Представители Хабкидо заглянули в приморские боевые секции, где провели полноформатный мастер-класс. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Фортификационные объекты приморской столицы переходят в оперативное управление музея-заповедника «Владивостокская крепость». Сотрудники музея рассчитывают на плодотворное сотрудничество с администрацией города. Удобно и популярно. Единая транспортная карта все больше нравится жителям столицы Приморья. Подходи, налетай. Сбербанк проводит акции, благодаря которым у приморцев есть возможность взять ипотеку по выгодным условиям. Бизнес Пати Бомбан. Презентации радио Лема, восьмого канала и радио Ви Ви Си вышли за рамки эфира и собрали множество гостей. Узнать последний тренд развития технологии Нейронет. Принять участие в квесте и проверить эрудицию можно на девятом Всероссийском фестивале «Наука 0+.» Большое спасибо. Памела Андерсон поблагодарила Россию за освобождение косаток и белух. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток.